Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. В плоскость общих задач попали вопросы, направленные на улучшение качества жизни людей, вопросы социальной политики и демографии, поддержка экономических инициатив. Одно из важнейших направлений – поддержка военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО и членов их семей. В редакцию Вести обратились жители одного из домов города Черкеска. В выходе вятиэтажки в течение длительного периода времени не работает лифт, из-за чего люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены не выходить на улицу даже за едой и лекарствами. В ситуации разбирался Артур Мхце. О том, что в первом подъезде 41-го дома по улице Балахонова не работает лифт, Лидия Григорьевна узнала, когда собиралась сходить в магазин. Конструкция, которую заменили всего пару лет назад, и раньше порой не реагировала на вызовы. Но сейчас пожилой жительнице Черкеска намного сложнее спускаться с шестого этажа по ступеням. А ведь потом пришлось бы ещё и подниматься наверх. Нам очень неудобно. У нас даже вот рядом магазин, мы не можем спуститься даже в этот магазин продукты купить. Это хорошо. У меня старый тоже муж, он больной, но он задыхается, но выползет, хлеб всё купит. Другие же у нас есть. Вот на седьмом этаже женщина лежит. Вот вы сейчас подниметесь, увидите какой там 98 лет, ему надо к врачу, он не может. Соседи этажом выше тоже остались дома. Виталий Гаврилович – ветеран Великой Отечественной войны. Напоминанием о тяжелейших боях служат несколько боевых ранений. Из-за них он вынужден постоянно поддерживать удовлетворительное состояние здоровья с помощью лекарств. Очень плохо состояние. Ноги не ходят. Нужно 500 таблеток в месяц пью. 4-4 дня таблетки кончаются, ехать в аптеку. Спускаться некуда, седьмой этаж, лифт не работает. Неделю. Жители дома много раз звонили в обслуживающую организацию. Сперва им пообещали, что приобретут в соседнем регионе необходимую деталь и сразу отремонтируют лифт. Но позже вовсе прекратили общение с людьми. Теперь, значит, мы субботы звоним. Никаких деталей. И они вообще не хотят с нами разговаривать. Диспетчер отвечает там, говорит, нету никого. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что нередко жители Черкеска сами бывают виноваты в поломке лифтового оборудования. Бьют зеркала, выковыривают зачем-то кнопки. Но даже в этом случае находящиеся на гарантийном обслуживании конструкции должны быть приведены в нормативное состояние. В доме номер 41 по улице Балахунова капитальный ремонт и полная замена лифтового оборудования были выполнены в 2022 году. Значит, в соответствии с жилищным кодексом региональный оператор несет определенные гарантийные обязательства по этому лифту в течение пяти лет. Поэтому людям нужно обращаться туда. А поскольку предельный срок устранения неисправности лифта составляет одни сутки, то по поводу перерасчета за содержание жилищного фонда жители должны обращаться в управляющую организацию. К сожалению, граждане, особенно пожилые, редко осведомлены о своих правах. Так, обслуживающая лифт организация обязана устранить неисправности в течение 24 часов. А ведь в таких условиях люди находятся уже несколько дней. Думается, после официального обращения в надзорное ведомство дело куда быстрее сдвинется с мертвой точки. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. У ФСБ России по Карачао-Черкесии по подозрению в государственные изменения задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб, по указанию которых выполнял проверочные задания, передавал интересующие их сведения о событиях и лицах, которые могут быть использованы против безопасности нашей страны. За выполнение заданий задержанный получал денежное вознаграждение. Следственным подразделением УФСБ России по Карачао-Черкесии возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Все вещественные доказательства были обнаружены. И изъяты оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Сегодня в Черкесске полицейскими задержан водитель внедорожника, который несколькими днями ранее на своем транспорте въехал на каскадную лестницу парка «Зеленый остров». О самом нарушении и его последствиях в нашем сюжете. Спор с приятелем побудил автомобилиста совершить поступок, который правоохранители квалифицируют как вандализм и умышленное повреждение имущества. Видео стало общедоступным. Часть комментаторов сети интернет сожалели скорее из-за возможного повреждения авто, чем из-за порчи одной из главных достопримечательностей столицы Карачаева-Черкесии. Каскадная лестница является, можно сказать, парадным входом в городской оазис парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по городу Черкесску при мониторинге сети интернет выявили видеозапись, на которой водитель автомашины Nissan X-Trail в нарушении правил дорожного движения передвигается в зоне отдыха, не соблюдая предписания дорожными знаками. Владелец дорогой иномарки заехал на своем автомобиле на каскадную лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Полицейские отследили маршрут автомобилиста, установили его местонахождение, задержали и доставили в ОМВД. Это далеко не первый случай вандализма в парке «Зеленый остров». Ранее под горячую руку любителей покуражиться попадали экспонаты музея военной техники, цветочные часы, лифт. Теперь досталась и каскадная лестница, благоустроенная менее года назад. Представители парка настоятельно рекомендуют гражданам бережно относиться к создаваемым для них комфорту и красоте. В противном случае огромная работа по благоустройству региональной столицы окажется бесполезной. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 9-14, днем плюс 29-34, в горах местами плюс 20-25 градусов. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременные дожди, гроза. Ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 32-34 градусов. Высокая пожароопасность. Десятиклассник Герман Зимцов из Карачаева, Черкесии стал призером отраслевой физико-математической олимпиады Росатом. Глава республики Рашид Имрезов поздравил учащегося третьей школы Черкесска с заслуженной наградой. Напомню, Росатом тематическая олимпиада, которая проводится совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом МЭФИ и корпорацией Росатом. В Черкесии открылась республиканская выставка «Конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Она проводится Министерством культуры Карачаева Черкесии и РСНК в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе». Мадина Каракетова с экспозиции. Начинающий дизайнер одежды Айлиана Кургова готовилась к этой выставке-конкурсу почти год. Ее экспонат и национальный костюм. Айлиана изменила сложившийся издревле традиционный комплекс одежды и аксессуаров, дав костюму новое дыхание. У меня костюм в современной интерпретации. Я хотела показать этим, что исторический костюм можно носить и на сегодняшний день, и это будет так же модно и востребовано. А в этой части выставки представлены работы мастеров из Карачаевского района. Сразу бросаются в глаза шахматы ручной работы. А это цветочная оранжерея – результат фантазии и трудолюбия Фатимы Джанебековой. Я использую в своих работах дерево, бархат, картон, сизаль. Я люблю делать тапиари, объемные картины, иногда делаю картины из кожи. Вдохновение, хорошее настроение и покой – вот составляющие волшебных композиций, создаваемых умелыми руками мастерицы. Автор вот этих необычных картин – мастерица из Санкт-Петербурга Татьяна Сандигурская. Я в Карачаево-Черкесской республике нахожусь уже шесть лет. Маму свою я вывезла с Донбасса. Была она в Руссии, и, наверное, это все на меня впечатление произвело. Работа народных мастеров, все это сложилось. И я стала вот такое чудо делать. При изготовлении картин Татьяна использует шерсть, причем мастерица сама выстригает ее из овец. На выставке конкурса представлены лучшие работы мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Журналист Шахриза Богатырева признается, что восхищена талантом мастеров. Нельзя не восхищаться тем, что я вижу. Я чрезвычайно рада тому, что наши народные традиции, которые воплощаются вот в этих прекрасных изделиях, в этих поделках, они не только не забыты, они еще с каждым годом становятся все ярче и выразительней. В моих личных предпочтениях о том, за кого я болею, я буду болеть за свой родной город Карачаевск. По словам министра культуры Карачаева-Черкесии Зураба Агирбова, с каждым годом этот конкурс становится все более востребованным и позволяет открывать новые и новые таланты. Самое главное – видеть, как от года к году растет уровень работы. Очень приятно видеть, что здесь появляются и новые форматы, и то наше стремление, чтобы каждый мастер становился производителем сувенирной продукции, дизайнерской продукции. С каждым годом мы все ближе и ближе к этому направлению, видим, что уже и появляются рекламные материалы у наших мастеров. Это говорит о том, что тот путь, который они избрали, для них становится основным делом жизни, и они не уйдут из этого искусства. А самое главное – подчеркнул главный знаток культуры республики – не будет забыто искусство предков, оно будет передаваться из поколения в поколение. Итоги республиканской выставки конкурса «Город мастеров» будут подведены 25 июля. А до этого времени у жителей Черкесии и гостей города есть возможность насладиться созерцанием поистине уникальных авторских работ самых талантливых мастеров. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Большой спорт начинается с малого. В иконхалке открыли мини-футбольную площадку для детей. Она была реконструирована из-за средства спонсорской помощи семьи Тляшевых. В организации мероприятия и турнира по мини-футболу выступил популярный исполнитель Ислам Итляшев, который порадовал детей не только открытием спортивной площадки, но и своим присутствием и поддержкой. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Этот микрорайон иконхалка местные жители называют «Бондарь». Турнир в честь открытия спортивной площадки прошел именно здесь. Поддержать своих земляков, будущих чемпионов, поднять их в спортивный дух приехал Ислам Итляшев. Популярный исполнитель, заслуженный артист Карачаевой Черкесии и главный спонсор реконструкции объекта. Помогать детям в начинании и привлекать их к спорту очень важно и нужно, уверен Ислам. Чем они, допустим, занимались бы какими-то другими делами, пускай лучше занимаются спортом. Для аула я решил сделать такой вклад, чтобы с этого поля были наши начинающие чемпионы по футболу. И здесь также помимо футболистов много борцов, боксеров, но они занимаются и футболом, и борьбой. Ну, то есть футбол – это всегда хорошо для любого спорта. Наблюдая за юными футболистами, их наставники, тренеры и действующие спортсмены вспоминают свое детство, где тренировались на улице днем и ночью, в любое время года. К поздравлениям и словам на путь все в адрес участников мероприятия присоединился Эльдар Агачев – боец смешанных единоборств и популярный исполнитель песен. Спортом надо заниматься. Спортом – это здоровый образ жизни в первую очередь. Каждый человек должен заниматься. И когда был маленький, таких условий не было, чтобы такие стадионы, такие залы. Сейчас вот у детей все есть. И есть благодаря таким, как нескромно, но как ислам. В турнире по мини-футболу участвовали несколько команд. В ходе игры юные спортсмены показали тактическое мастерство. Быстрый, сильный и смелый. Будущие футболисты, которые научились быстро принимать решения во время матча. В итоге каждая команда получила награды. Без подарка не остался никто. Ну а лучший результат – и главный кубок, и кунхалка завоевала команда «Фри Палестина», которая посвятила свою победу детям Палестины. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня Усман. Меня Амиран. Меня Халид Белял. Рамзан. Как вам сегодняшний турнир? Хороший. Хороший? Очень хороший. А в будущем кем вы хотите стать? Борцами. Борцами. Алипийскими чемпионами. Все спортсменами хотите стать? Да. А может быть, как сам ислам, никто не хочет музыкантом стать? Было такое, у меня было. У меня было? А у вас? Нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Все спортсмены? Да, да, да. Тогда мы желаем вам удачи и больших достижений в спорте, и в музыке, и в жизни. Прохладительные напитки, вкусная еда и любимый вид спорта. Организаторы мероприятия постарались, чтобы праздник получился ярким, веселым и запоминающимся. И, судя по довольным лицам детей, у них это получилось. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. Завтра, 6 июля, в Черкесск привезут Казанскую икону Божией Матери. В Никольском соборе с 20 часов 30 минут будут организованы молебные пения о победе, а также крестный ход с чудотворным образом. В собор верующие смогут прийти также в воскресенье и в понедельник. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите шоу «Поймай меня, если сможешь». Хороших выходных и до встречи в эфире.